Добрый вечер! В эфире программа «Политика» и я ее ведущий Юрий Соколовский. Смотрите сегодня в программе. Что это означает для жителей Латвии? Для того, чтобы осознать последствия этого события, надо понять, о чем идет речь. Европейская комиссия и Международный валютный фонд в годы кризиса одолжили правительству миллиарды евро. На что были потрачены эти деньги? Более миллиарда латов пошли на погашение дефицита бюджета. Государство до сих пор тратит больше, чем получает. Разница покрывается из кредита. Он потрачен правительством на погашение своих предыдущих долгов, по которым оно не могло рассчитаться само. Более 300 миллионов было вложено в Парексбанк для того, чтобы он мог заплатить по своим кредитам. На данный момент сумма общего Госдога Латвии составляет около 5 миллиардов латов. Это больше, чем годовой бюджет страны. Для сравнения, доходы бюджета в этом году будут 4 миллиарда 250 миллионов латов. Получается, что каждый житель Латвии, включая младенцев, должен Европейской комиссии, Международному валютному фонду и другим кредиторам примерно по 2200 латов. Долг, как известно, платежом красен. А отдавать его надо будет в ближайшие несколько лет. Сроки выплаты кредиторы переносить не собираются. В таком случае, кто будет платить за банкет? Государству неоткуда взять деньги для выплат, кроме как со своих жителей. Поэтому размер Госдолга, условия его получения и сроки возвращения должны нас волновать очень сильно. О чем умалчивает министр финансов. Обратите внимание, что самый пик выплат по долгу приходится на 2014-2015 годы. В каждое из этих лет нужно будет вернуть кредиторам более миллиарда латов. Долг нужно возвращать Европейской комиссии, Международному валютному фонду, да еще нужно выплатить деньги по так называемым еврооблигациям. Этот займ, размещенный на 10 лет перед вступлением Латвии в Европейский союз. В 2014 году как раз наступает срок его оплаты. Эти суммы совершенно неподъемные. И уже сейчас ясно, что их нельзя будет вернуть в оговоренные сроки. Непонятно, каким местом думали те, кто подписывал эти соглашения. Или подписанты планировали, что в 2014 и 2015 году правительство не будет выплачивать пенсии старикам. Или на два года закроют все больницы, школы и полицейские участки. Наверное, как всегда думали, что пронесет. Может быть, кого-нибудь и пронесло, но не в случае с этими кредитами. Например, в 2014 году нужно будет вернуть 1 миллиард 200 миллионов латов. Это более четверти доходов бюджета. Для сравнения, государство в год тратит 920 миллионов латов на пенсии. Это также больше, чем государство выделяет на медицину, образование и внутренние дела вместе взятые. Когда подписывал соглашение, срочно нужны были деньги на спасение Паркса. И на условия договора особо не смотрели. Правительство надеялось, что впоследствии удастся договориться о продлении сроков кредита. Однако, судя по заявлению министра финансов, сделать этого не удалось. В чем причина такой неуступчивости кредиторов? Дело в том, что Европейская комиссия сама одолжила деньги для того, чтобы дать их Латвии. А для Международного валютного фонда это дело принципа. Сумма для них небольшая, но у фонда есть правило – никому не продлевать срок оплаты. Потому что, если дать послабление Латвии, то через год то же самое захотят сделать Греция, Ирландия и другие страны с гораздо большими суммами. А так и разориться недолго. Поэтому поблажек ждать не приходится. Что будет делать правительство, чтобы вылезти из этого долгового капкана? Поле для маневра не очень-то и большое. Скорее всего, они попытаются перезанять на свободном финансовом рынке. Однако Латвия не считается очень надежным заемщиком. Поэтому проценты за это будут довольно высокими. Уже сейчас, в виде процентов, Латвия каждый год платит примерно столько же, сколько тратит на медицину. Если перезанять по повышенной ставке, то эти выплаты будут еще больше. Поэтому бесконечно откладывать уплату долга тоже не выход. Излишков бюджета, которые позволят отдать долги в ближайшие несколько лет, не будет. В этой ситуации у правительства нет другого выхода, как начать распродажу госпредприятий. Они уже готовят к приватизации доли государства Владтелеком и Латвияс Мобилайс Телефонс. Затем постараются избавиться от банков Цитаделла и Парекс. Далее настанет черед и других предприятий. Итак, отказ кредиторов продлить сроки выплаты долга фактически означает быстрый старт массовой приватизации госсобственности. Когда у министров спрашивают, за счет чего будут увеличены поступления в бюджет, то первым номером всегда называется борьба с теневой экономикой. Она уже превратилась для правительства в бездонную тумбочку, из которой можно брать деньги в неограниченном количестве. Если быть точным, обещать кредиторам, что возьмут. Поправка к бюджету на этот год предусмотрена, что беспощадный бой с тенью принесет дополнительные 45 миллионов латов. Если идет война, то и должно быть оружие. Причем оно должно отличаться от всего того, что было раньше. Иначе с чего получится такой выдающийся прогресс? Этим супероружием стал план министерства финансов по борьбе с теневой экономикой. С чем служба госдоходов идет на неплательщика налогов, выясняла Светлана Пунте. В результате борьбы с теневой экономикой правительство в том году собирается дополнительно получить 45 миллионов латов. В качестве оружия службе госдоходов предоставлен специальный план по борьбе с теневой экономикой. Он состоит из 60 разных мероприятий. Одно из самых популярных мероприятий – это налоговая амнистия, которую сейчас активно обсуждает правительство. Если человек заплатит свой основной долг, государство пойдет ему навстречу и погасит за него 90% штрафа и пени. Также очень эффективной будет и введение нулевой декларации. Служба государственных доходов также планирует наступать на теневую экономику по многим фронтам. Например, они начали сотрудничать с ассоциациями. Представители ассоциаций могут пожаловаться на фирмы, которые, например, занимаются демпингом на рынке определенных услуг. А вдруг их низкая цена гарантирована из-за зарплат, выплачиваемых работникам в конвертах. Также СГД будет следить и за гастарбайтерами. В Латвии заключена налоговая конвенция более чем с 50 разными странами. Это значит, что налоговые службы других стран предоставляют данные о резидентах Латвии, которые зарабатывают за рубежом. Также есть и автоматические системы обмена данными, которые обновляются ежегодно. Система контроля риска физических лиц есть и в Латвии. Анастасия, поступающая из большинства госучреждений, например, из земельной книги и даже ЦСДД. А затем выдает список возможных неплательщиков налогов. Мы смотрим в сторону усовершенствования законодательства. Например, мы начали осуществлять конфискацию автомашин у тех, кто перевозит контрабандные сигареты через границу. В ближайшем будущем ужесточение наказаний и снижение количества сигарет, за которые наступает уголовная ответственность. Но в целом представители СГД признают, ничего радикально нового никто не придумал. Как они сами говорят, они просто начали бежать в марафон в спринтерском режиме. Есть в этом плане и практически мертвые мероприятия. Например, под номером 54 его цель бороться с нелегальными перевозками. Для этого контролеры из автотранспортной инспекции с 1 апреля должны были переодеться в штатское, слиться с обычными клиентами маршруток и следить, выдает ли водитель билеты каждому, кто за них заплатил. Но вот незадача. Именно с 1 апреля инспекция автотранспорта была ликвидирована. Ее начальник уволен, а все функции переданы государственной полиции. Огромную часть плана составляют создание информативных стендов и буклета о том, как информировать работников госучреждений о нарушениях, налаживании коммуникации с населением и круглые столы специалистов. Часть является из района, что мы будем работать лучше, эффективнее и так далее, что всегда приветствуется, но не очень конкретно. Я думаю, что основные три момента – это первое – создание так называемого белого списка, второе – это налоговая амнистия и третье – это введение нулевой декларации. Скорее всего, это ограничится формальным проведением проверок, отчетами о том, что эта борьба велась. Это понимают не только эксперты, но и международные кредиторы, когда правительство в рамках плана консолидации 50 миллионов заявило о том, что оно обеспечит наполовину консолидацию за счет борьбы с теневой экономикой. Международные кредиторы так мило улыбнулись и сказали – хорошо, хорошо, но в дополнение к этому все равно 50 миллионов еще надо собрать. Единственная мера, которая вполне реальна и которая, скорее всего, будет реализована – это введение нулевой декларации. Это означает, что все, чьи доходы составляют свыше 10 тысяч латов или у них есть нигде не задекларированные ценности, должны подавать годовую декларацию. Это позволит остановить уклонение от уплаты налогов, но также приведет к реальному увеличению налоговой нагрузки. Александр Гапоненко заявляет, к борьбе с теневой экономикой надо было подходить совсем с другой стороны и прежде всего разобраться в причинах ее возникновения. Латвийским предпринимателям не по силам налоговое бремя, ведь налог на рабочую силу в Латвии – один из самых высоких в Европе. При этом деньги, которые с этих налогов собираются, не используются на развитие бизнеса. Финансовый аналитик Герцрунга и не споддерживает эту точку зрения, при этом добавляя, нужно резко поднимать НДС и налог на недвижимость. Надо было бы ужесточить собирание налогов, но одновременно и с тем, чтобы значительно понизить налоги на рабочую силу. И тогда, как говорится, понизили, с одной стороны, дали возможность создавать рабочие места и платить налоги, потому что он соответствует тому, что можно реально заплатить. А с другой стороны, тогда уже за то, что не платят, как-то более жестко подходить к этому, и чтобы была ответственность у предпринимателей. Также, говорит Рунга, и не с неплохо было бы ввести систему, которая хорошо работает по всей Европе, то есть поощрять людей стучать друг на друга. При этом гарантировать человеку за достоверную информацию двухгодичный заработок, чтобы никто не боялся звонить по телефону доверия. Купил сосед дорогую машину? Позвони и проверь, в курсе ли налоговики. Экономист Вячеслав Домбровский предостерегает понижение налога на рабочую силу палка о двух концах. Это требует фундаментальной перестройки всей системы налогообложения, для чего нужно иметь определенную смелость. Проблема с этим заключается в том, что, как ни странно, этот социальный налог и подоходы с населением, они одни из наиболее собираемых. То есть снижение этих налогов даже на один процентный пункт чревато там падением доходов бюджета где-то на десятки миллионов плат. То есть социальный налог, ясно, что он привязан к социальному бюджету, где находятся те же пенсии, пособия безработицы, мамины зарплаты и так далее, и так далее. То есть если мы сокращаем социальный налог на столь значительную сумму, значит мы должны искать, где эти остальные деньги найти. Многие сходятся в одном. Одними репрессиями, не дав людям ничего взамен, сбор налогов не увеличишь. Светлана Пунта, Вадим Петрушев, Алан Пушкориус, телекомпания ТВ5. Платить налоги не нравится никому. Однако если будут решены несколько застарелых проблем, то есть хороший шанс преуспеть в борьбе с теневой экономикой и без террора. Сейчас в обществе сформировалось терпимое отношение к неуплате налогов. И у этого есть свои объективные причины. Попробуем их сформулировать. Во-первых, это отсутствие открытости в госструктурах. Люди не получают достоверную информацию о том, как тратятся их налоги. Вы вряд ли отдадите деньги.